Дорога Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Руководству Наринмар Дуримстроя грозит увольнение. Предоставить заявление по собственному желанию руководителю предприятия предложил губернатор округа после поездки в поселок Красное. Александр Цибульский отправился туда 1 мая. По словам главы региона, основной целью его поездки была оценка качества лишь того участка дороги, на котором в весенний-осенний период приходится наибольшее количество претензий со стороны жителей поселка. Речь об отрезке трассы, на котором дорожники применяют химические вещества. О том, как прошла поездка, Александр Цибульский рассказал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семкинские деревни, в истории есть такой термин, еще дорожный. Я в это верю и буду ездить еще чаще. Потому что, вот я опять же, повторюсь, я жалею, что я не сделал этого вчера. Тогда бы, уже вчера бы эта техника прошла, и сегодня была бы вполне обутворимая дорога, и люди смогли бы по ней, по крайней мере, спокойно проезжать. Но будем, значит, их будем пока учить таким образом. Значит, будем отменять руководителем компании департамента строительства и ЖКХ праздники и заставлять их работать как у нас. Рассказываю вам предисторию нашей страницы. Я сегодня день 1 мая. Кстати, не извиняюсь перед присутствующими за то, что сорвал праздник. 1 мая у нас праздник для тех, кто качественно и хорошо делает свою работу. Так как я сегодня полтора часа лопатами капал машины по самой проходимости на дороге, я не отношу ни одного из вас, кто отвечает за это направление к людям, которые хорошо делают свою дорогу. Бог с ним со мной. Я человек молодой, и пока еще, слава Богу, присил. Но вместе с нами было еще только 11 машин, в которых сидели дети, в которых сидели пожилые люди, и которые вместе с нами, проклиная, на чем свет стоит, власть окружную и всех, кто причастен к этой дороге, пытались пробиться к себе домой в красную. И это люди, которых мы позвали на демонстрацию, которые приехали в Наринмар, приняли там участие, и потом просто в праздничный день хотели добраться к своей семье. У нас только называется дорога Наринмар-Красная, а на самом деле там непроходимая абсолютно сугроба. Я поговорил с местными жителями, последний раз техника до сегодняшнего дня, выходил 2 дня назад. Значит, согласно договору, который у нас заключен с СССР, дорога по контракту должна выбираться, выбирается 7 раз в месяц. Это условия контракта. Эти условия мы полностью выполняем, но в связи с тем, что мы живем с вами... Не надо, я знаю, где мы живем, я знаю про наши условия. Это можно без лирики. Просто 7 раз в неделю по контракту. 7 раз в месяц, да. Эсаман, еще мне рассказывать сказки тогда. Ежедневное содержание дорожного полота в нормативном состоянии в контракте написано. Тогда кто из вас врет, в свои глаза? Кто из вас врет? Условия контракта, что вы, наверное, должны минимум 7 раз в неделю убирать, но при этом полотно должно содержаться в нормативном состоянии. Мы сейчас поедем вместе, и вы мне расскажете нормативное состояние полотна в некоторых местах. Вот вы сами сюда часто выезжаете? Я вам расскажу. В некоторых местах здесь невозможно проехать двум машинам навстречу друг другу, потому что не чистится вашей организацией дорога. Там в лучшем случае 3 метра полотно, потому что по отвалу, которые там лежат, это легко определить. Здесь не надо быть специалистом. Вы знали, что позавчера у нас был снегопад? Почему техника не выходила с 2 дня на дорогу? Техника сегодня на дороге есть. Нет, вы чего мне рассказываете? Вы меня за кого принимаете? Я только что вам рассказывал. Я на машине, на хорошем внедорожнике японском, очень проходимом. Не смог проехать, потому что вы называете дорогой. Кроме меня, я вам повторяю, 11 машин. Вместе со мной полтора часа провели, разгребая на морозе лопатой дорогу себе. Вашу работу выполняю. Вы им часть контракта тогда вместе со мной отдайте, потому что мы за вас дорогу лопатами, руками чистили сегодня. Вместе с детьми и стариками. Значит, мне 10 числа от вас полный доклад по этой ситуации. С наказанием виновным. Если есть в контракте прописано то, как я сказал, минимум 7 раз в неделю содержание нормативного положения полотна, тогда я надеюсь, что руководство ДРСУ примет для себя единственное возможное решение. Если подтверждается то, о чем мы говорим, то я надеюсь, что я получу объяснение вместе с вашим заявлением о плане. У меня на этом, наверное, завершено совещание. Если у кого-то есть еще что сказать по этому поводу, пожалуйста, скажите. Ну, издеваться над людьми хватит. Я считаю, что просто забронзовей. Вот все перестали отдаваться работе. Ну, нету контроля. Понимаете, это же просто надо 2 раза в неделю, там, 3 раза в неделю сесть на машину и проехать 40 килограмм в одну сторону, в другую, и посмотреть. Если ты уже заключил контракт с компанией и платишь 100 миллионов рублей, на данном содержании там порядка 40 мы, по-моему, платим, ну, ты хотя бы проверь. Ну, вот смотрите, снимите вперед. Здесь что, 6 метров дорога? И это не самый плохой участок этой дороги. Ну, здесь в лучшем случае там проедет одна машина. А сейчас дальше мы вам покажем участки, где даже две машины не разъедутся никогда. Мы выбрались благодаря замечательному человеку, жителю, я думаю, поселка Кранска, но, к сожалению, так как-то быстро потом поехали, что даже не успели сказать ему спасибо. Он ехал за нами на автомобиле УАЗик вместе со своей женой. И на самом деле абсолютно самоотверженно помогал нам откапывать автомобиль. За что ему огромное спасибо. И я обязательно узнаю, как его зовут, и скажу ему спасибо лично. Потому что без него мы абсолютно честно не выбрались. И плюс нам помогли еще семья, которая ехала из Красного еще на одном УАЗике. Там несколько детей, мама. И они просто помогли нам вытолкать эту машину физически, когда мы ее уже порядка часа выкапывали. Ну, знаете, что хорошо? Мне понравилась такая абсолютная взаимовыручка людей. Вот здесь люди, которым не все равно друг на друга. Абсолютно чувствовалось, так я даже не знаю, там он узнал или не узнал меня, но чувствовалась абсолютно такая человеческая поддержка, сопереживание. Все друг другу помогают. Ну, как такая, знаете, как одна сплоченная команда. Это здорово. Им огромное спасибо еще раз. Реальные дела в экономической и социальной политике, обеспечение граждан доступным жильем, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования и науки и решение демографических проблем. Выполнение майских указов президента России Владимира Путина в Ненинском округе обсудили на заседании, которое прошло под председательством главы региона Александра Цибульского. Отчет об исполнении майских указов предоставила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Из 40 целевых показателей, определенных указами, по итогам 2017 года в Ненинском округе достигнуты плановые значения по 33. Среди сфер, где показатели не достигнуты, образование и наука. Не получилось достичь результатов по повышению квалификации отдельных категорий населения. Плановые значения не достигнуты. При плане 37 факт составил 9,9%. Здесь также источником данных является выборочное обследование расплата путем опроса населения. Получается, что по факту мы считали, что это должно быть выполнение, но, к сожалению, в выборку попали те, которые, наверное, не проходили повышение квалификации. В сфере здравоохранения из пяти целевых показателей не достигнуто одно – это младенческая смертность. На 675 родившихся – 5 случаев. В социальной политике из 12 выполнены 9 зарплатных показателей. В целом, рост реальной зарплаты населения относительно 2011 года с плановым показателем в 140%, в 2017 году составил 98%. Недостижение обусловлено значительным разрывом между уровнем инфляции и темпом роста реальной заработной платы. 3000 ныринмарцев вышли на улицы окружной столицы в день весны и труда. Традиционное массовое шествие и митинг-концерт собрали более 100 трудовых коллективов города. А шестерых лучших представителей своих профессий наградили за многолетнюю добросовестную, успешную и эффективную работу на благо Ненецкого округа. Более 100 трудовых коллективов и порядка 3 тысяч человек вышли на первомайскую демонстрацию в Ныринмаре. Праздник труда и весны один из самых старых в России. Первый и первомай праздновали еще до революции. Например, рабочие лесопильного завода Сталополярье вышли на демонстрацию в 1907 году. Официально же праздновать его начали 100 лет назад, в 1918 году. И сегодня, как 100 лет назад, невзирая на погоду, а она совсем не радовала митингующих, трудящиеся вышли на городские улицы в едином праздничном порыве. Большинство колонн претендовало на участие в конкурсе за лучшее оформление. Наш детский сад называется «Семецветник». Ну и мы решили все-таки обратить внимание на цветочки, на радость. На весну мы ее ждем. Всех поэтому и поздравляем тогда уже, пользуясь случаем, всем цветов, радости, весны и труда. Рабочую молодежь, подрастающее поколение, которое готово работать на благо нашего округа, что вот будущие сварщики наши сегодня идут в колонне со всеми вместе, как будущий резерв молодых кадров. Злой болезни ответ дадим. Туберкулез мы победим! Вот вам и ответ. Компетентная жюри оценивала подготовку трудовых коллективов, оформление колонн, праздничный настрой. Да, в принципе, есть колонны, которые выделяются хорошо и массовостью, и оформлением. А в принципе, это нет вообще маленьких колонн, не оформленные. Так что здесь, если у нас колонн 5-то уже есть, которые уже должны быть, из них мы уже будем выбирать. Со сцены с праздником жителей округа поздравил в Рио губернатор Александр Цибульский, а также представители законодательной власти субъекта, крупнейших муниципалитетов округа и трудовых коллективов. Если каждый из нас будет делать свою работу, трудиться действительно на полную, что называется, катушку и с полной самоотдачей, мы действительно сможем написать и новую историю нашего округа, и новую историю нашей страны. Шестерых лучших представителей профессии в Ненецком округе наградили окружными знаками трудовая доблесть. Знаком отличия Ненецкого автономного округа трудовая доблесть первой степени награждены оленевод СПК Ненецкая община Канин Федор Ордеев и докер-механизатор Нарьинмарского морского торгового порта Иван Зверьков. Обладателями знака второй степени стали начальник цеха номер два Нарьинмарского по КТС Михаил Ружников и мастер производственного цеха общества ВИТО Людмила Сметанина. Знак трудовая доблесть третьей степени присвоен ведущему инженеру производственно-технического отдела Нарьинмар Дорьемстрой Ольге Михеевой и водителю автобуса Нарьинмарское автотранспортное предприятие Сергею Шабанову. Пожелал бы побольше грузов. Груза будут и зарплата вырастет. У нас все завязано. Если пароходы будут ходить, работа будет, значит и зарплата будет. А беда у нас в грузовый оборот падает. И падает сам порт тоже. Приходит, как говорится, на обновляться. Там много проблем. А в завершении митинга подвели итоги конкурса на лучшее оформление колонн среди предприятий и организаций. Лучше всех из ста коллективов Ненецкого округа, по мнению конкурсной комиссии, к первому маю подготовился коллектив детской школы искусств. Конкурс проводился под девизом «Труду весне и доброте дорогу» и был приурочен году добровольчества в России, году оленеводства, объявленному в Ненецком округе. 1 мая 34 года исполнилось предприятию объединенных котельных и тепловых сетей. И хотя дата не круглая, поздравить работников тепловых сетей пришли представители окружной и городской властей. Главное коммунальное предприятие Наринмара, предприятие объединенных котельных и тепловых сетей, образовано 1 мая 1984 года на базе шести газифицированных котельных. Его основными функциями являются водоснабжение, водоотведение и отопление в городе. Благодаря вашему труду, высокому чувству долга и профессионализму работают социальные учреждения, а в домах горожан тепло и уютно. Примите пожелания дальнейших успехов, пусть опыт и целеустремленность определяют новые цели, а интуиция подсказывает наиболее эффективные пути их достижения. Благодарственными письмами и грамотами за многолетний добросовестный труд отметили лучших работников предприятия. Всего на предприятии трудится 309 человек. Более 200 любителей спорта собрались в минувшие выходные на одной площадке. Поводом стал юбилейный фестиваль ЗОЖ. В рамках мероприятия прошли мастер-классы по самым популярным направлениям фитнеса. Кулинарный мастер-класс, лекция, игра в еду, простые правила. Подарком для всех участников стали силовые практики и золотые правила красоты от лучшего тренера Архангельской области Ольги Кузьминской. Во-первых, ни в коем случае нельзя голодать. Для того, чтобы худеть, нужно реально есть. Это первое. И второе, после шести тоже есть нужно. Для того, чтобы иметь красивое стройное тело. Известный фитнес-тренер групповых и персональных программ Архангельской области, вице-чемпионка по бодифитнесу Ольга Кузьминская делится с нами советами правильного питания. На счету девушки несколько тысяч часов тренировок и несколько сотен сожженных килограммов. Моя цель это задать жиросжигающий процесс во время тренировки. То есть для того, чтобы, грубо говоря, без оборудования, без каких-то штанг, гантелей мы можем, все-таки мы можем начать прорабатывать свое тело, укреплять мышечную массу и сжигать жиры. Наверное, самый мой такой шикарный результат. За полтора года мы с девушкой похудели со 130 килограмм до 67. Кроме приглашенного специалиста, на главном спортивном событии региона работали лучшие местные фитнес-тренеры. Они познакомили участников фестиваля с различными направлениями фитнеса. Такие, как круговая тренировка, тренировка на боссу, тайбо, афропоп. И, как показала практика, после такого знакомства посетителей спортивных секций становится гораздо больше. Почему посещаю? Потому что, во-первых, это фестиваль ЗОЖ. Естественно, мы все за здоровый образ жизни. Здесь встречается очень много знакомых лиц. Это общение, знакомство с новыми людьми. Это сплочает. Такое массовое спортивное сплочение происходит уже пятый год подряд. Благодаря главному организатору праздника – региональному центру молодежной политики и военно-патриотического воспитания. В юбилейный год сотрудники центра особенно постарались. Подготовили для участников разнообразную программу. Будет танцевальный класс. У нас будет общая разминка. Потом у нас будет класс представлен по хатха-йогам. И кулинарный мастер-класс. И также лекция по рациональному питанию. Будем учить сегодня людей, не нужно загоняться никакими диетами. Нужно просто нормально кушать. Надеюсь, объясним самые простые принципы, которые всем известны. Нужно их еще раз повторить. Также для каждого участника организаторы главного фитнес-события года приготовили подарки – футболки с эмблемой фестиваля. С надеждой, что этот элемент спортивной одежды они будут надевать как можно чаще. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, телеканал «Север». И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok